Музыка Спуск Маринеско, дом номер 10. Сегодня здесь большой скандал. Жильцы одной из квартир решили укрепить фасад ветхого здания. Часть соседей уверена, такой эксперимент окончательно разрушит и без того аварийный дом. Часть, что наоборот, удлинит ему жизнь. Во дворе война. Первая подписывала Лариса. Лариса, была черная бумага. Идите сюда, чтобы она не вырвала. Расписки. Татьяна Баева говорит, за несколько недель от стука по стенам дом разрушился больше, чем за весь прошлый год. Я на улице осталась, а когда не буду, что готова. Стенка моя, с моей стороны. Не это, что укрепляется, а от того, что били, что ломали. Закрыть балконы и двери в своей квартире Татьяна Викторовна больше не может. Со стен сыпется песок. Это хорошо видно, если отодвинуть фанеру. Вот это все шевелится. Сейчас она упадет полностью. Я останусь на улице. Но мы же не трогаем эту стену. Вы не трогайте, вы бьете, оно все сыпется. Можно мне здесь находиться? Жильцы одной из квартир затеяли масштабную реконструкцию фасада. Наняли бригаду строителей, которая взялась укреплять фундамент дома и восстанавливать старые стены. Соседи убеждают Татьяну Баеву, что хотели как лучше. Это вообще на первом этаже внизу стучали. И не стучали, а сверлили, чтобы просверлить, поставить арматуру. Проблемы в квартирах этого дома были всегда. Где проседают полы, где сыпется штукатурка, где перекосились дверные проемы. Жить здесь и страшно, и тяжело. Мы ходим в подъезде. Оттуда течет. Там уже все гнилое. Это все упадет на голову. По словам Светланы Почетовой, она устала ждать помощи от кого-то и решила взять дело в свои руки. Все рухнуло, все упало. Мы восстанавливаем. Мастера восстанавливают стены. После собираются перейти к колоннам. Уже устанавливают бетонные сваи и арматуру. Камешовая стена прогнила давным-давно эти доски. Сыпается штукатурка. Причем тут ми? Причем тут ми? На днях рабочие вывезли отсюда три самосвала с грудой и кирпичей, оставшихся от старой стены, за которой уже давно никто не живет. Светлана Почетова говорит, что камни только давили на стены. Ничего не разбили. Это сняли только фасад, который уже падал. Если бы мы сейчас это не сделали, снег мокрый, он бы сейчас намок, и он бы все, и упало бы все. Этот дом-рекордсмен. Он держится в статусе аварийного с 1978 года. Отселение людям уже не обещают. Сейчас не подкопаем и не восстановим эти столбы. Жохнет подъезд, прибьет ребенка, прибьет ее, меняет. В спор вмешивается Людмила Трюханова. Она живет в квартире на первом этаже. Говорит, что если бы соседи не решили спасать дом своими силами, эту зиму он бы не пережил. Если бы они не выбросили этот снег и этот мусор, у вас бы вообще все завалилось. Неужели вы не понимаете? Сейчас в споре между жильцами дома и причинах его разрушения разбираются сотрудники жилищно-коммунальных служб Газской прокуратуры. А пока по всему фасаду стали появляться новые трещины. Юлия Федорова, Андрей Кульба, 7 канал.